всем привет вещают могилёвские хроники мы продолжаем рассказывать об утраченной исторической архитектуре нашего города чаще всего это происходило в послевоенный период когда менялся облик города практически все архитектурные объекты из предыдущих выпусков были полностью демонтированы но в городе остались и некоторые памятники архитектуры которые частично сохранили свой внешний вид ярким примером является костел святого казимира старейший католический костел могилёве непосредственную роль играли не только религиозные аргументы королевских добродетелей но и политические факторы так католическая церковь в к л еще не имела своего святого кроме того святитель с династии егелонов придал бы дополнительный вес самой династии по вопросу канонизации особое стремление проявил брат короля жегемонт первый старый сегизбунду третьему вазе удалось завершить работы к 1604 году строительство могилёвского костела святого казимира ведется одновременно с виленским могилёв можно считать одним из первых в регионе освященных в его честь ведь виленский костел освящен 12 мая 1604 года это очередной раз подчеркивают значение могилёва для вкл наряду с вильна и особую важность всех восточных владений могилёв в то время был большой королевской экономии король сегизмунд ваза считался основателем костела 1594 году на земельном участке принадлежавшему мещенину автушка богатому по привилею короля сегизмунда третьего был заложен первый могилёве каменный католический костел захват в 1595 году могилёва отрядами отрядами наливайка враждебно относившиеся ко всему католическому прервало строительство костела до 1604 года но вновь оно было прервано восстаниями городских ремесленников 1606 1610 годов и наконец 1614 году костел был достроен и освящен епископом бенедиктом войной 8 февраля 1605 года король сегизмунд третий владеющих землями на могилёвщине передал фарному костелу в качестве юридикта деревне могилёвской власти заходы евдокимовича терёховые пруды пострицы со всем имеющимся населением и доходами до 1594 1604 годов могилёве существовал деревянный католический храм предшественник очевидно что храм находился на том же месте где построили фарной об этом свидетельствует тот факт что при проведении хранных археологических раскопок 1995 году рядом с фарным костелом были зафиксированы остатки хронологически более ранних фундаментов из больших каменных глыб уложенных на сухую вероятно изначально костел был построен в дереве однако городской пожар уничтожил строение новый каменный костел был возведен уже к 1634 году городских инвентарях за 1634 год указано что в могилёве насчитывается 2211 жилых построек и только одна из них выполнена не из дерева это костел святого казимира изначально новое здание было выполнено в стиле маньеризма которому свойственны причудливость форм нарушающих симметрию и идеальность пропорции а также создание иллюзий нестабильности из-за несоразмерности форм и деталей однонефная прямоугольная в плане с пятигранной апсидой и ломаной крыши здания костела подобное сведение о костеле имеется в документе под названием путевые заметки стольника толстого о могилёве за 1697 год вот что описывает автор в том городе римской веры людей немного и костелов римских могилёве только два и те гораздо не богаты один каменный зато древний другой деревянный в котором служат и иезуиты а каменный костел называют фарью и служит в нем плебаны да на предместе церковь римская деревянная у той церкви живут законники римские того же дня я был в римской каменной церкви где службу отправляют плебаны то есть белая попы тот костел великий называет его во имя успения пресвятой богородицы том костеле строение по обыкновению римскому суть в нем три престола убора хорошего нет на правой стороне в костеле сделан гроб господин на котором лежала плащаница тот гроб сделан подобно кровати и убран разными материалами по краям завесы на нем сделано множество зеркал небольших и средних а у самой стены поставлено небольшое зеркало издалека зрению человеческому является изрядная перспектива около того гроба множество лампад с маслом которое все были запалены в потребное время том же костеле на хорах стоят органы небольшие а первоначальном виде костела как внутри так и снаружи сегодня говорить невозможно так как не сохранилось подробных документов того периода однако имеется акварель львова конца 18 века фрагмент городской застройки на котором фарна костел виден частично сам костел мог бы сохраниться в первозданном виде однако частая войны и нестабильная политическая обстановка в регионе внесла ощутимые корректировки первый значительный урон уже новому зданию нанес известный пожар 1708 года учененным александром меньшиковым после восстановления некоторое время фарный костел был кафедральным после создания белорусской деоцезии в 1773 году и до полного переноса кафедры в кармелитский костел 1783 9 октября 1810 года пожаром были уничтожены все деревянное строение от каменных остались стены здание было отремонтировано 1839 году но уже к середине этого же века возникла проблема и потребовался новый ремонт здания 1851 году был объявлен сбор необходимых денежных средств размере 1632 рублей большое пожертвование в 100 рублей внес известный российской империи конструктор николай феликсович естер бжемский крыша который сильно повредил пожар полностью заменили новая белая краска фасада способствовала визуальному увеличению объемов здания храм был восстановлен уже в стиле классицизма 1 нефтный прямоугольный в плане храм с боковыми пристройками пятигранной алтарной апсидой и двумя башнями главного фасада объем завершён деревянным куполом на низком барабане три алтаря были украшены деревянной скульптурой однако в то же время храм переживал не самые лучшие времена его едва не отобрали по решению городских властей но в защиту костела выступил священник матеуш росинский они мы поговорим чуточку позже ему удалось убедить власти отказаться от своего намерения благодаря этому матеуш росинский завоевал глубокое уважение среди верующих католиков до 1873 года территория города относилась к парафии фарного костела и ликвидированных парафии потому по количеству прихожан фарный костел превышал кафедральную парафию представление о внешнем убранстве храма нам дают инвентарные документы за 1899 и 1907 годы построен в форме креста с башней на которой из дерева размещена небольшая башенка покрыт жестью покрашен красной краской под крестом имеется небольшой купол два креста один спереди на куполе деревянный позолоченный а другой сзади железные имеется шесть окон три арочных два квадратных и одно венецианское два входа один фасадный с пятью двухстворчатыми каменными ступенями двери покрашенной синей краской имеют двустворчатую решетку второй вход задней стороны здания с одностворчатой дверью пресвитерий разделен деревянной балюстрадой окрашены в бронзу большой алтарь деревянный окрашены белой масляной краской с позолоченным карнизом вверху икона святого казимира позолоченной раме в нише покрыты белым лаком украшена деревянным позолоченным вырезом скульптура спасителя описаны также два боковых алтаря справа алтарь иесофата мученика сверху образы святой юлии и святой едвиги слева алтарь святого карла баромея сверху образ богоматери ченстаховской амбон белый изнутри все стены побелены алтарь позолочен имеет образ святой богородицы коры на четырех столбах окрашены белой краской у них есть маленький орган на семь голосников приходит со стороны главных дверей там с полузастекленными дверьми две часовни справа с каменными сводами в ней не ведутся богослужения слева часовня перестроенная в 1860 году с разрешения бискупа жилинского из жилища бывшего викария и парадной резницы с тремя венецианскими окнами в резнице находилась печь противоположной стороне находится бывшая кухня переоборудована сладское помещение подвал под церковью разделен на две части колокольня находилась в угловой стене от входной двери парном переулке находился жилой каменный дом размером 12 на 6 сажений построенных 1856 1858 годах по описи 1899 года этот дом деревянный стоит на каменном фундаменте костел получил в дар от палаты государственных имуществ 1850 году шестьдесят шестьдесят десятин земли за городом более 50 лет фарном костеле служил ксенс матей росинский когда возникла угроза закрытия фарного костела 1876 году именно росинский будучи викарем стал на его защиту православный архиерей обратившись губернатор утверждал что фарный костел построен на земле принадлежащий богоявленскому монастырю росинский смог отыскать привилей выданы еще королем речи посполитой сигизмундом третьим по нему указанной земли были выданы ксензу петру хаментов скому еще в 1605 году а братский орден возник лишь в 1619 году 1913 году вновь возникает вопрос о дальнейшей судьбе костела в августе этого же года ожидался приезд делегатов товарищества охраны памятников для изучения архитектуры фарного костела и его пригодности для службы те годы еще существовала надежда о возвращении костела святого антония который был больше по размерам чем фарный неизвестно состоялся ли приезд комиссии и какие выводы были сделаны но костел святого антония так и не вернули фарный костел в отличие от других могилевских не мог похвастаться богатствами интерьера как стольник толстой так и ксенз юзов жискар в книге наши костелы отмечают его бедность он называет фарный костел холопским а кафедральный панским так необычно поделена парафия кафедре принадлежит весь город множество интеллигенции землевладельцев а здесь только застенковая шляхта всего же парафия в начале двадцатого столетия насчитывал порядка трех тысяч человек с 26 поселений с могилевским фарным костелом с 1915 по 1918 годы связана деятельность ксенза доната лапошки религиозного и общественного деятеля он выступал за национально-освободительное движение также он выступал на первом съезде белорусских католических священников в минске 1917 году именно он выступал за белорусизацию религиозной жизни в католических парафиях белоруссии популяризировал белорусский язык являлся соосновальником союза белорусов могилёве 1938 году был арестован 1933 году костел святого казимира был закрыт сохранилось подробное описание его состояния вся архитектурная внешняя отделка стен состоялась четырех спаренных колонн с восточной и западных сторон здания колонны опираются на небольшие стилобаты и были увенчаны сверху капителями с небольшими пилястрами плоскую крышу центрального нефа венчал глухой без барабана деревянный купол с простым крестом колокола были размещены на стене здания слева от входных дверей центральной прямоугольной части здания были пристроены два каменных предела правая от входа полуциркульной формы в половину длины здания и левый прямоугольный на всю длину здания оба предела занимали две трети высоты основной части здания стенах которые над пределами было по два окна в форме полных секторов круга пределах были свои прямоугольные окна стены внутри здания были без каких-либо архитектурных украшений потолок был плоским дощатым кроме главного алтаря было еще четыре боковых внутри западной стороны над входом на деревянной балюстраде находился семиголосный орган позитив парному костелу принадлежала старинная каменная каплица существующие и поныне на польском кладбище после закрытия костела здание с его заложенными проемами просуществовала еще немало лет как склад пережила войну и после нее получил свое первое урезание по вертикали и стала пользоваться как мастерская фотографии 1939 года из архива виннера показывают внешний вид костела который на тот момент еще сохранился полностью последний фото снимок из неперестроенного костела датирован 1942 годом он сделан с балкона ратуши на здании уже нет купола он сгорел еще в июле 1941 года 1967 году во время строительства нового здания городской телефонной станции был урезан и левый предел здания костела на которой наложилось уже новое строющееся здание телефонной станции при разборке предела в склепе под ним были обнаружены выложенные камни галереям уходящие за пределы здания сторону соседствующего бывшего братского монастыря в их стенах были обнаружены замурованные ниши с находившимися в них скелетами одиночных и парных человеческих захоронений в данной находке нет ничего одиозного ведь традиция хранить в склепах костелов чонзов и знатных прихожан существует довольно таки давно том числе существует мнение что под костелом могли находиться подземные туннели имеющие разное направление и выходы на эту тему мы подискутируем в одном из материалов сегодня здание потеряла около трети своей высоты а уровень земли поднялся примерно на один метр с севера фасада утрачен притвор площадью около 30 квадратных оршин или же 15 квадратных метров теоретические реставрация здания возможно при наличии определенного интереса и научной реставрации после урезания костела до современного вида внутри здания сделали перепланировку устроив в нем вначале профильный музей а в настоящее время архив так и дремлет он забытый памятник былой сакральной архитектуры его можно было бы возродить в качестве полноценного туристического объекта привлекающего множество туристов как интересующихся древним каменным зодчеством